10 апреля сбылась мечта идиота. Купил путёвку и вот как дурак стою в Лондоне. Я по-английски научился только молчать, так продавщицы сами помогают понять, что ты им хочешь сказать. Прикупил галстук, туфли модные, узкие, старые рванные с песнями выкинул, проезжали знаменитую речку Темзо. А, красотища. У них левостороннее движение. Транспорт едет в сторону, обратную, здравому смыслу. Обхохочешься. В группе две симпатичные девушки из Саратова. Носом чую, возможен роман с блондинкой с одной стороны и с брюнеткой с другой стороны. Поскольку у первой выдающийся бюст спереди, а у второй то же самое, только сзади. 12 апреля помчались в знаменитый Тауэр, ихняя тюрьма-музей. Единственный минус Тауэра – туфли поджимать стали. Или ноги на английских харчах пухнут. Ну, к концу дня обхромал, показал с пол-Лондона. В гостинице туфли снял. Ноги вышли на свободу. Счастливые, как узники Тауэра. Саратские девчонки пригласили к себе. Чтоб ничего не стесняло, пошел в носках. Выпили. Положил глаз на блондинку, а руку на брюнетку. Но вовремя остановился. Перед экскурсией ноги надо поберечь. 14 апреля. С утра повезли в национальную картинную галерею. Туфли жмут ноги так, что перекосило лицо. Картины восторга не вызвали. Висят почему-то косо. Скамеек мало, сесть не на что. Оперся на англичанку, спросил, как пройти в туалет. Она в сторону. Скрытная нация. Ну, сами в туалет ходят, другим не дают. Не выдержал. Туфли снял. Смотрел на картины в носках. Оказывается, есть неплохие работы. На улице в носках стала зябка. Пришлось надеть проклятые тухли. Пятки не поместились. Не, если честно, Лондон городок на любителя. Не, ну что, ты им же грязная, как свинья. А транспорт прет в обратную сторону. Смотришь налево, давят справа. Не помню, как добрался до гостиницы. Когда ноги выковырял из туфлей, отчасти расплакался. В два часа ночи девчонки ломились в номер. Не открыл. Ну я не мог доползти до двери. Да чего, в Саратове девки распущенные. Пятнадцатый апреля. За ночь ноги приняли первоначальную форму. Утром распарил, ножом поскоблил. Полчаса прыгал со стула, пока себя в туфли вбил. Как нарочно. Пешая прогулка по городу. Шел, как кавалерист, под которого сперли лошадь. Англичан на улице, как собак нерезанных. Когда дождь, они улыбаются. Город сумасшедший. Саратовские топают на каблуках, как ни в чем не бывало. Подумал о сексе, отчего ногу свело винтом. Гели в пол с номерами. Разуться не смог. Лежал на полу, хотя хотел в туалет. Постучались в дверь. Валились саратовские ведьмы. В халатах на голый тело хохочут, хватаются. Попросил вынуть меня из туфлей. Дурочки решили, вот он секс, давай рвать меня в разные стороны. Мы как-то ступли вместе с Брютиной вырвали. Грохнулись в койку, заснули втроем, как убитые. Шестнадцатый апрель. Все на экскурсии. А я лежу в номере, смотрю на распухшие ноги. Пожалуй, это главная достопримечательность английской столицы. Семнадцатого апреля. На носилках внесли в самолет. К вечеру был в Москве. Три дня ходил по дому босой. И пел песни. Девятнадцатый апреля. Вышел на улицу в старых, драных туфлях. И чего ж хорошо. Дома. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...